Часов шесть минут в российской столице. С нами и с вами сегодня глава избирательного штаба действующего мэра столицы Собяйна Константин Ремчуков, главный редактор независимой газеты Константин Вадимович. Добрый день. Добрый день. Здесь Алексей Венедиктов, главный редактор Эхо Москвы, коренной москвич, кстати, и проведут передачу Марина Максимова, Станислав Крючков. Алексей Алексеевич, добрый день. Добрый день. Идет трансляция в Ютьюбе. Вы можете нас не только слушать, но и смотреть на основном канале Эхо, ну и традиционные средства связи. Можете репликами делиться в адрес нашего гостя, наших гостей, строго говоря, плюс семь девятьсот восемьдесят пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Окошко сообщения в эфир на сайте эхо.мск.ру, чат Ютьюба и Твиттер аккаунт вызван. Константин Вадимович, стартовала агитационная кампания перед сентябрьскими выборами. Уже понятно, что она будет строиться в случае Собянина вокруг программы «Мой район», и там обозначена некая сверхзадача создать равные условия для жителей всех районов столицы. Что это значит? Фешенебельность столичного центра должна прийти в спальные районы? То есть моя новая Москва, условная Переделкина, станет такой же, как Москва в пределах Садово? Как лихо вы закручиваете. Значит, объясняю смысл. Кстати, имеет отношение к эху Москвы, мой последний эфир на эхе Москвы, когда вы задавали мне вопросы, когда только стало известно, что я возглавлю штаб, и я помню, делился своим соображением спонтанно и говорил о том, что, скорее всего, повестка дня для жителей каждого района отличается от повестки дня. В одном районе радуется лесопарку, в другом метро, в третьем говорит, нам не нужно ни то, ни другое, у нас это есть, нам нужна эстакада, кому-то не хватает больниц. И это было поддержано, и мы перешли к программе вот этот мой район, потому что она соответствует тому, что Сергей Семенович Собянин, мэр Москвы, понимает под равенством. Равенство доступа к объектам социальной инфраструктуры, производственной инфраструктуры, москвичей, независимо от того, где они живут. Строго говоря, человек живет на юге или на севере, у него должен быть абсолютно одинаковый доступ к учреждениям здравоохранения, поликлиника, куда люди чаще всего обращаются. У него даже к образованию. Сейчас будет мощная такая программа в каждом районе, пытаться развивать очаги культуры, потому что очень много вузов столичных находится не в центре, всего 6 или 7, по-моему, в центре, остальные там. На их базе могут быть и музеи, поскольку у каждого университета есть свой музей. Но суть простая. Транспорт, образование, здравоохранение, экология, рекреация, там, где люди должны отдыхать, должны быть у москвичей, там, где они живут. А поскольку программа реновации затрагивает в перспективе миллион человек, которые там будут жить, а принцип планирования домов в реновации – это отказ от концепции спальных районов, потому что все советское время был центр и были спальные районы. И сейчас все первые этажи в этих революционных кварталах будут оборудованы всеми объектами, которые нужны людям. И поэтому мне кажется, что постепенно, в ближайшие там 5-10 лет, концепция спального района начнет отходить за счет строительства тех мест, где люди могут в свободное от работы время тусоваться без необходимости выезда в центр, будет наращиваться. Вот поэтому «Мой район» и равенство доступа к разного типа активов, вот так поднимается с отдаленным вот эта программа и ее значимость. А не приведет ли стирание вот этой границы между центром и спальным районом, ну, условно уходящим в прошлое с точки зрения программы «Мой район» спальным районом, к появлению так называемых социальных гетто в столице? То есть если человек живет вот у себя там условно в Алтуфево, ему не нужно ехать в столичный центр, то вот он там не закапсулируется? Я не очень понимаю определение «социальное гетто». Социальное – это уже, наверное, не гетто, если уровень жизни, уровень безопасности, уровень озеленения, уровень возможности заниматься спортом, досугом каким-то, поддерживаться на высоком уровне. Гетто – это что-то с негативной коннотацией, да, гетто – это заброшенные люди, никому не нужное. Но практика показывает другое. Практика показывает, что вот эта инфраструктура для жизни в пока еще спальных районах нужна, чтобы люди сокращали раздражающую их необходимость поездок куда-то за рамками того, где они могли бы решать свои задачи. А центр – это немножко другая потребность, потому что центр, особенно исторический центр, да, это другой тип праздников, другой тип фестивалей, другой тип общения, выходов, кафе, рестораны другого типа. И Москва, при том, что она существенно больше, допустим, Петербурга, вот я на прошедшем урбанистическом форуме вел панель одну, и там один питерский архитектор с гордостью говорил, что Петербург меньше Москвы, а то, что называется центром в Питере, в три раза больше, чем в Москве. Там, где можно ходить, гулять и все. А в Москве это было скукожено. Вот сейчас то, что произошло с центром Москвы, это возвращение центра Москвы пешеходам, как бы, людям, которые там ходят. А после завершения всех реконструкционных работ, центр Москвы, там, где можно тусоваться, ходить, гулять, увеличится, будет в три раза больше, чем в Питере. То есть это правильно, это тенденция, которая соответствует мировым, как бы, стандартам для таких мегаполисов. Поэтому я не вижу конфликта. Я вижу просто, что если люди уехали из центра после работы туда к себе, то там у него будет все, что нужно для того, чтобы не тратить время на дорогу за чем-то тем, что обязательно по этому стандарту москвича должно быть там. И очень важные вопросы экологии тоже. Потому что сейчас большая реконструкция, последний у нас круглый стол. Собянин с экспертами встречается раз в неделю, таки отбирает достаточно головастиков, который в каждой своей теме силен. И вот последний был посвященный окружающей среде. И говорили о реконструкции в Капотне. Там шесть старых установок 60-х годов будут заменены на современные Европлюс. И он прям произнес. Вот все программы развития должны соответствовать философии, его философии Собянинской, того, что это должны быть зеленые технологии. Домостроение изменили стандарты. Теперь новые дома, которые будут строиться в рамках реновации, дают 50% экономию в совокупности потребления электроэнергии, тепла, всего того, что раньше было, ну, старые устаревшие индустриальные технологии. Поэтому от зеленого домостроения до воздуха, он сказал, человек, живущий рядом с Капотненским этим нефтеперерабатывающим заводом, должен дышать таким же хорошим воздухом, как человек, который живет там. И раз произнесены слова, это философия развития Москвы, мне показалось, это очень важно, поскольку раньше я таких слов не чувствовал. Но, видимо, общение, интенсивные контакты с людьми показывают, до какой степени тема экологии очень важна, независимо от возраста и независимо от того, где человек живет в столице. Вот таким образом не становится ли московский центр центром для толстасумов и туристов? Потому что к спальным районам мы, условно, еще вернемся. А вот жители коренного, краеугольного столичного центра, они этому, в принципе, рады, потому что вокруг них пешие зоны, вот это вот все счастье сплошное, привнесенное за последние семь лет. Ну, я думаю, тут есть, конечно, проблемы, потому что мы читали, как на патриках люди недовольны. И вот на вот этом круглом столе одна муниципальная депутата встала и говорит, Сергей Александрович, я хочу, чтобы Тверская была в каждом районе. Ну, то, что сейчас называется спальным. Он посмотрел, он говорит, ну, вы вообще-то с соседями посоветуйтесь, хотят ли они, чтобы их улица, потому что есть такие точки притяжения, которые, если будут выстроены хорошие дороги, не так много надо для того, чтобы появился центр, условно говоря, притяжения в любом этом районе. Но тут требуется тоже учет мнения людей. Хотят они, чтобы там было шумно, чтобы было так же весело, как на Тверской. Ну, это издержки тех людей, которые живут в центре. Ну, вот у нас есть здесь в студии житель столичного центра. Алексей Алексеевич, с вами посоветовались? Ну, я должен сказать, что, если говорить о том, о чем говорил Константин, то моя главная претензия, конечно, к мэру, я как москвич себя ощущаю не только жителем чистых прудов, Покровских ворот, откуда я родом, но, скажем, я долгое время жил в Тропарево на юго-западе, и мне кажется, что в период Собянинского вот этого срока разрыв между центром, который для туристов и богатых людей, не бедных людей, скажем так, он огромен, да, то есть, мне кажется, что в предыдущий срок... По какому параметру? Я тебе скажу, по какому параметру, по проживанию, вот по ощущению, по среде. Центр – это для богатых людей. Ты чашку кофе садишься выпивать, и там дорого, это не как в Старбаксе в Тропарево. Я уж не говорю там про культурную вещь, да, ты идешь пешком совершенно справедливо, а спальный район, там даже улиц нет, да, там дома натыканы, да, и там дорожки между ними, там ничего нет. То есть, я когда живу в Тропарево, когда я ночую в Тропарево, я чувствую себя в другом городе. Сейчас, если я правильно понимаю, 125 других городов будет, то есть, вот мы знаем, что 60% не выезжает вообще из микрорайона. Куда выезжают? На работу – никуда не денется. И на праздник – никуда не денется. То есть, вот это закрепление в районе – это разрыв Москвы, может быть, да, я буду Дегунинским, Тропаревским, там, Алтуфьевским, да, но не московским. Вот Центр – да, европейский город, вот для праздника. Вот ты же не каждый день ходишь в театр, но ты, может, каждый день ходишь в театр, но, в принципе, не каждый же день ходишь в театр и в ресторан, да, и ты выезжаешь раз в две недели в театр, там, в ресторан, там, потусоваться, возвращаешься к себе, вот в этот самый… Я согласен с социальным гетто. Дело не только в том, что ты живешь, но там и люди по своим деньгам тратят меньше, расстояние меньше, другой образ жизни, другая среда. А у Старбакса разве цены на кофе разные? Нет, ты же, нет, вообще кофе, а там только Старбакс, там только Старбакс, Тропарев, понимаешь, там только Старбакс, вот другая среда, как это объяснить, я не знаю, другой город, это другой город. Так что, я не понимаю, Собянин хочет подтянуть, откуда столько, 125 районов сделать центрами? Нет, чтобы в каждом районе был центр, был центр, потому… А если я не понимаю, правда, не понимаю. Нет, ну, вот на этом круглом столе выступал Кузьминов, это ректор с хорошими мыслями на эту тему, и мне понравился Григорий Ревзин. То есть, они так экспертно высказывались, и, я так понимаю, они аккумулировали проблемы жителей, которые говорят, что у нас есть потребность там слушать лекции, у нас есть потребность собираться в какие-то, кто-то говорит, нам нужны дома культуры. Это и есть среда. Нужны дворцы пионеров, это и есть среда, да? Собянин начинает с ними беседовать, и вдруг выясняется, слушай, а я вот в этом районе, в каком районе там? А я же помог за счет города помочь этому вузу, например, бассейн и стадион для университета сделать. А они вас пускают, они говорят, нет, не пускают, но это же безобразие, он говорит, как, уже есть многие объекты социальной инфраструктуры, которые построены с помощью Москвы, а ими не пользуются жители этого района. Вот сейчас будет, как бы, я так понимаю, у него большое раздражение вызывают заборы, которые, там, нельзя к рекам, к водоемам подойти. Он когда стал мэром, говорит, 90% территории было какой-то ведомственной. Он хочет за следующие пять лет опрокинуть, чтобы 70% был свободный доступ, обустроенный, причем это не только Москва, реки, там, Яузы, все водоемы. Вот, чтобы вся инфраструктура, которая имеется, она была доступна и людям старшего возраста, и молодежи, после того, как занятия закончились у студентов, пожалуйста, идите плавайте в эти бассейны, идите занимайтесь на этих спортивных площадках. Что если в этом вузе есть музей, а в каждом вузе есть хороший музей, там, геолога, минералогический какой-нибудь еще, пусть на базе этих сделают мини-политехнический музей. Потому что есть огромное количество людей, которые будут приходить, читать лекции, люди общаться. Это 125 центров, еще раз. 140, может быть, да. 140, 160. 146, 146. Да-да, это я новую Москву просто не считаю. 146. Тогда это Москва растаскивается. Ну, почему растаскивается? Это же, это просто разные уровни, мне кажется. Ты хочешь, ну, условно говоря, чтобы в каждом районе был Кремль, тебе будет казаться, что это 146 в Москве нет. Кремль останется один, Красная площадь одна, центр останется одним. Но у этих людей должны быть в районе, еще раз говорю, объекты социальной инфраструктуры, производственной, образовательной, медицинской, расшифрованной социальной инфраструктуры, такие, чтобы им было удобно там жить. Ты знаешь, хорошо, европейские, не только европейские столицы, да. Ты много ездишь, ты видишь там, условно говоря, вот есть там некий такой ареал, скажем, Рим, Париж, неважно, там, Лос-Анджелес, да. Как только ты отъезжаешь от центра и ныряешь, да, ты видишь там, они тоже, наверное, вкладывали деньги, они там мэры избираются тоже, как и в Москве, и ты видишь там замызганные дома с разрисованными граффити, может, там тоже что-то строил, там, Блумберг что-то строил наверняка, Джулиани, да, строил, но все равно они едут вот туда, в центр, что город это вот это, город это Манхэттен. Ну, мне кажется, что если будет вот это, Манхэттен у нас останется, условно говоря, но, кстати, в Манхэттене тоже есть центральные вещи и не центральные, так вот, центральные также привлекательные, то есть ты спускаешься в Сохо и Мидтаун, ты едешь на левую часть от центрального парка или на правую, и там тоже будет центральная улица, на ней кафе, на ней можно выйти, посидеть, зайти в бар, попеть в карауле, в каждом районе есть свои фитнес-центры, недорогие. С очень дешевым абонементом, потому что там должен быть велосипед и велодорожка, и душ. Вот, и вот так вот рядами, в два этажа, велосипед, велосипед, и люди должны прийти вот так, чтобы ему даже на фитнес не надо было уезжать, когда он вернулся домой. Я не думаю, что здесь есть какой-то драматизм. Просто обустройство территории, которые раньше считались исключительно как спальные, где запрещалось постановлениями советского правительства развивать особо производственную инфраструктуру во многих городах. Вот Собянин вспоминает, что когда он там на севере работал, было прямое запрет на расходование средств на развитие социальной инфраструктуры. Говорит, люди приехали, поработали, сели, уехали туда на Большую землю. Ничего не делаете им. Это неправильно. Библиотеки. Сейчас сначала, помните, была дискуссия. Вот, Леш, 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 библиотека как центр притяжения людей. Библиотека не в традиционном смысле, а библиотека, в которой есть кафе. Библиотека, где оцифрованные книги. Библиотека, где можно общаться, где можно с кем-то встречаться. Библиотека как культурный центр. Их всех приведут в порядок, и они все будут функционировать. Потому что несколько лет назад был концепт, что библиотеки никому не нужны, их надо закрыть. Так он сменил концепцию, Собянин? Был центр, все вкладывалось в центр. Ну, правда, вкладывалось в центр, да? И в дороге. Слушай, ну, это эволюция любого человека. Я просто спросил. Да-да-да, Леш, просто вот он видит. Это успешная вещь. Кстати, моя улица начиналась не в центре. Она начиналась на периферии. 327 улиц привели в порядок, а в Москве 3000 улиц. А приведут все в порядок, все 3000. И оно туда придет как элемент этого благоустройства. Но эволюция Собянина, вот даже я, ну, мы же с тобой многие годы его знаем, общаемся, он эволюционирует в сторону понимания, что качество жизни, это есть, в том числе и во всех районах Москвы, это есть фактор глобальной конкурентоспособности Москвы. Потому что доклады, которые ему делают, я сейчас посмотрел. Да мы видим тут у тебя. Да-да-да, нет, нет, я просто сам поразился. Вот Boston Consulting Group провела несколько, и публично сделали исследование развития. Это Макинзи, очень много, да? И они, прямо такой научный подход, анализ Москвы, там, допустим, с 14 другими мегаполисами. А мегаполисы и все вот эти урбанизационные, вот есть такая книга Нила Фергюсона «Великое вырождение», ее перевели на русский, я ее читал еще на английском, но смотрю, перевели неплохо. Вот, он говорит о том, что конкуренция в мире будет не между странами, а между мегаполисами. Их сейчас в мире 20 мегаполисов, 6 из них в Китае, Шанхай крупнейшие, 3 в Индии крупнейшие, Мумбаи, Мехико, Сан-Пауло, Дака, Карачо, Буэнос-Айрес, Манео, Рио-де-Жанейро, Москва, Каэр, Стамбул, Лагос. И они будут расти темпами, которые будут существенно превосходить темпы роста другой экономики, которая не связана с этими мегаполисами. Экономическая основа этого, это так называемый эффект масштаба. Суть его совершенно проста, что если увеличивается население на 100%, то автозаправок требуется всего лишь на 85% увеличить. Это называется экономия на масштабах. Если же у вас, вы в большом городе, то у вас всего будет происходить на 15% больше. Например, патентов будет больше, чем в меньшем городе. Вот этот эффект масштаба, он является экономически важным. Если у вас увеличится в два раза население, то вам нужно меньше будет дорог, трамвайных путей и всего делать. Это будет чуть меньше, потому что уже что-то есть. Слушай, я охреневаю. Я вот открыл Бостон, я не видел доклад Бостонской консалтинг-группы. Знаете, какой приоритет изменений для Москвы? Номер один. Никогда не догадаетесь, нет? Уютный двор без машин. Без машин? Вы идите. Сейчас, да, вот я тебе пишу. Да-да-да. Это следующий вот этот раз. Подождите, давайте, вы здесь вот сейчас... Нет, подождите, я сейчас закончу. Да-да, просто я как-то обалдел. Просто машина во двор, во двор. Нет, нет, их, кстати, очень много построили, там, в три раза больше во дворах сейчас паркуется, чем было в 10-м году. Но дальше будет, нет, нет, по статистике в три раза, но не в этом дело. Дело в том, что вот развитие Москвы происходит таким образом, что она наш мегаполис, который очень быстро развивается. Собянин, я вернусь в детальный ответ на этот вопрос, просто объяснить контекст, в котором это происходит. Вот это мировая тенденция, конкуренция мегаполисов за, прежде всего, привлечение талантов, ну, человеческая энергия талантливая, которая должна самореализоваться здесь. Идет глобальная конкурентная способность. Но этот талант предъявляет определенные требования. Уютная среда, хорошее здравоохранение, хороший транспорт, хорошая инфраструктура отдыха, востребованность на умный город, чтобы их технологии были востребованы. Создание инфраструктуры для того, чтобы прорывные технологии поддерживались и поощрялись наличие технополисов. Безопасность, безусловно, очень важная вещь. Вот Собянин, мне уже приходилось говорить здесь, пошел неожиданным путем. С моей точки зрения, то, что он делал последние 7 лет, называется экономическая политика видимой руки. Вот если экономическая политика невидимой руки, рынок, он видим, он понимает, что рынка нет, но нужно создавать условия. И 25% расходов в Москве, точнее 25,4% это инвестиционные расходы. В результате он начал развивать инфраструктуру, менять вот эти дорожки, делать, бегать. Вроде бы незаметно, но частный бизнес оказалось, он смотрит, слушай, из года в год этот парень делает вот это. И они начали вкладывать частные инвестиции, и у нас действительно большой бум инвестиционный. Патентов, 42% всех патентов, которые в Российской Федерации в прошлом году зарегистрировались, Москва. А это признак того, что востребованность на наукоемкую продукцию. Такая ненависть к Москве сейчас, вот те, кто слушают. Нет. А вот выступает на урбанистическом форуме господин Кудлин, например. Там были настоящие политические дематы. Вот, и вдруг он говорит, что, в принципе, конечно, настораживает то, что Москва через 10 лет еще большую долю ВВП России будет сосредоточивать. И потом ведущий Кирилл Андросу спрашивает, Сергей Семенович, я хотел вас спросить, какое будущее у Москвы? Ну, в двух словах. Он говорит, какое же будущее, вы слышали? Он сказал, надо урезать возможности Москвы. А до этого ты был на Питерском форуме, Алексей Алексеевич, и помнишь, как неожиданно выступил Силуанов, который сказал, что хотелось бы денег. Когда два федеральных чиновника такого масштаба вдруг говорят, что Москва развивается очень быстро, и другие мегаполисы, типа Новосибирск, Екатеринбург, они отстают. То вы вот вместо того, чтобы сказать, слушайте, ребята, давайте научим их тоже вкладывать деньги в инфраструктуру, может быть, частный капитал потянется, они говорят, а давайте мы Москву ограничим. При этом я хочу напомнить, что каждый москвич, чистый вклад Москвы в ВВП страны 10 тысяч рублей в месяц. На 12 месяцев умножьте, каждый москвич от грудника до пенсионера вкладывает 120 тысяч рублей. На 12,5 миллионов умножьте, это получится 1,5 триллиона рублей. Вот чтобы не было никаких иллюзий относительно того, что Москва у кого-то что-то берет. Мы даем чистых 1,5 триллиона рублей. И развитие Москвы как мегаполиса, Москва конкурирует, к сожалению, не с Рязанью, не с Липецком, не с кем. Она конкурирует с Нью-Йорком, Парижем и Лондоном, Шанхаем, Сеулом, скорее всего, да. И поэтому создание вот этих условий, чтобы привлекать таланты, и есть философия измененного представления о том, что такое конкурирует. Мне кажется, что тут важно, что он измененная философия, потому что смотришь назад и понимаешь его очень простую советскую историю. Вот центр сделать красивый, а вот эти 125 районов спальных, пусть они там, ну как живут люди и живут, 50% там. И вот сталкиваясь с этим, я вижу новое, я его боюсь. Собственно, многие спрашивают, что плохого в том, что центры окраины отличаются. Вот визуально, как минимум, сегодня интимность такая присутствует на этих окраинах. 30 секунд. Слушайте, я поскольку не вижу ничего плохого, я считаю, что когда вкладываются деньги в развитие, это всегда плюс. Нужно накопленного капитала в той же загранице, о которой вы говорите. Когда ездишь, ты просто видишь, что вот здесь, ну, Америка, например, из года в год, последние там 150 лет, вкладывали, вкладывали, вкладывали каждый год. Поэтому мы видим эти мраморные лобби через дверь. О философии одного из кандидатов, глава избирательного штаба, действующего мэра столицы Собянина Константин Ремчуков. В 15.35 мы продолжаем. С нами с вами сегодня главный редактор независимой газеты, глава избирательного штаба, действующего мэра столицы Собянина Константин Ремчуков. Здесь Алексей Венедиктов, главный редактор «Эхо», «Кореной москвич» и ведут программу Марина Максимова, Станислав Крючков. — Константин Вадимович, вот затронули, точнее, Алексей Венедиктов затронул тему, нашел, выискал в документе про машины, и тут просто море СМС. Что же будет, что означает, вот поподробнее, пожалуйста, про двор без автомобилей? — Нет, но не волнуйтесь, значит, речь идет о том, что в июле этого года Boston Consulting Group опубликовала на своем сайте исследование развития комфортной городской среды в Москве и ведущих городах мира. Они попрашивали там в 14 или 16 мегаполисах людей, сравнили, создали так называемые тепловые карты, чтобы относительно бенчмарка, как Москва позиционируется. В результате они сдали рекомендации от рекомендации Boston Consulting, вот что такое комфортный город, у каждого свое представление. Значит, Москва 2025 написали, город, в котором хочется жить, на основе анализа мнения людей самых разнообразных, а также анализа практик, которые используются в самых комфортных городах мира. — Я хочу листануть 11 мегаполисов, все время сравнения и места, они присуждают места по разным параметрам. — Значит, три основные области развития города с точки зрения москвичей. Дом и двор — это первое. Второе — транзитные пространства, то есть необходимо повышать обеспеченность города качественной пешеходной инфраструктурой, внедрять современные технологии обеспечения безопасности, а также проводить информационные кампании для улучшения восприятия уровня безопасности. — Точки притяжения. Необходимо повышать внешнюю привлекательность общественных пространств, разнообразие качества досуга и параллельно с ним повышать эффективность и простоту коммуникации для улучшения восприятия изменения поведения горожан. И они расшифровывают эти 14 направлений, вот эти три точки смысловых эволюции Москвы в сторону комфортного города. Значит, первое, Алексей правильно заметил, уютный двор без машин, благоустроенный, чистый двор без машин, с разнообразной инфраструктурой, столы, скамьи, детские и спортивные площадки, парковка для велосипедистов. Второе, безопасный, удобный и красивый подъезд. Подъезды качественно отремонтированы и современно обустроены для максимального комфорта жильцов. Постаматы, постаматы, вы знаете, это такие почтовые ящики, куда вы выписывая по электронной торговле какие-то вещи, чтобы в ваше отсутствие они приходили, и вы безопасно брали, не дожидались delivery боя. Вот, помещение для безопасного хранения велосипедов, детских колясок, индивидуальные ячейки долгосрочного хранения для каждой квартиры, а также для их безопасности, видеокамеры вместо консьержа. Я боюсь, что это надо снести Москву и построить все новое. Хорошо, современные, то есть с вами трудно, с вами трудно построить. Не, ну смотри, ну вот подъезд. Не, 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 слушай, ну еще раз говорю, мы же идем, вот сейчас миллион человек переедет из тех домов, которые в Хрущевке были, какая борьба была год назад, не хотели, да? А сейчас вот я, вы не поверите, вот в структуре затрат времени у меня в штабе, какое количество я принимаю людей, которые просятся воткнуться в эту программу. Все, кто боролись, да, это просто яростно. А за федеральный же закон, они же приняли федеральный закон. Да, да, да. Федеральный, мы не можем в Москве ничего сделать, федеральный сказал, проголосовали, определили все. Прошел год, и все поняли, что они останутся со своими этими домами, и те, которые тут приходили к нам в общественную палату, кричали на нас, они сейчас говорят, Владимир Владимирович, помогите туда в эту программу, потому что все понимают, что там уже будет совершенно другое. Там будут эти колясочные комнаты, там есть возможность организовать эти постаматы, подъезды, безопасность камеры, подъезд, отъезд машин, вообще всего. Ну, очень надеюсь, дождаться бы только, потому что я там в том числе. Планы все реализуются достаточно хорошими темпами, и все это будет делаться. Поэтому, еще раз говорю, мы можем говорить о мечте Бостон-Консалтинг. Я хочу сказать другое, что Москва развивается в соответствии с мировыми трендами, потому что выяснилось, что это не пустые слова, о которых говорил Собянин 5 лет назад, что мы сравниваем себя с другими мегаполисами. Изучаются лучшие практики. Там Макинзи такой же доклад дает по здравоохранению, по образованию. Совершенно четкие критерии такие, вот что считать хорошим здравоохранением, какая скорость подъезда. И я обнаружил, анализируя все этот ворох документов за эти годы, что по существу ни одного, ну, я так для себя называю, капризного решения по организации городского пространства я так и не нашел. Потому что, например, у нас были большие проблемы с подъездом скорых помощи на звонок, да. Ну, была серьезная проблема. Долго подъезжают, эти кейсы становились обсуждаемые в соцсетях. Сейчас подъезжает от 7 до 12 минут скорая помощь. Но она не могла бы подъезжать, если бы не было выделенной полосы. Вот когда выделенные полосы, ее же тоже в штыки встретили, да. Вы что, отнимаете у нас пространство? Выяснилось, что этого не могло быть. Значит, сколько, наверное, лет 8 назад в Москве было 7 тысяч легальных такси. Сейчас около 60 тысяч. Опять 60 тысяч такси не были бы... А такси для мегаполиса является очень важным мотивом оставить машину дома и не ездить на ней в центр. Потому что она должна быстро подъехать. В час пик сейчас такси подъезжает за 5 минут, там, Яндекс.Такси, вот, если пользуется таким сервисом. Тоже без выделенной полосы этого бы не было. И так начинаешь смотреть на каждую вещь, там за всем скрывается рациональный смысл. Потому что политика базируется на основе вот этих лучших практик международных, как должно быть. Как должно быть организовано. Я особенно горжусь тем, что в Москве с 30 до 6,7 процентов сократилась смертность для людей, у которых случился инсульт. Раньше было вот 30 от количества звонков, да, процентов. Сейчас 6,7. Почти в 5 раз. Ну, в 4, скажем. Да, что произошло? Создали вот эти инсультные центры. 29 специализированных операционных работают круглосуточно и ждут. В момент, когда звонок о том, что моему родственнику, близкому человеку что-то плохо, по-моему, с сердцем, выезжает машина, и она везет не так, как раньше она приезжала и думала. Начинает звонить, у вас есть свободное место, куда сбросить, да? А она звонит, какой из этих центров готов принять. Там полностью оборудованная операционная, готовые специалисты начинают моментально оказывать услугу. Поскольку скорая приезжает быстрее, опять в силу этих вещей, то произошло вот это сокращение. Сейчас, мне кажется, вот это 6,7% это самый низкий в Европе уровень. Буквально за годы. Это управленческие решения, которые принимались. Сейчас такие же инфарктные центры, потому что инфаркт, инсульт разные. Там эти центры делаются, онкологические центры. Вот, то есть очень много управленческих решений, которые базируются на развитии вот этой инфраструктуры с тем, чтобы можно было делать. И все это по рекомендациям лучших практик, что такое комфортный город, потому что медицина, доступ к медицине. Сейчас Собянин сказал, что серьезно, ну, все поликлиники они отремонтируют, потому что там огромное количество поликлиник не могут вмещать современное оборудование. Условно говоря, чтобы МРТ сделать, там требуется бэк-офис такой, чтобы там были все эти. Старая поликлиника не могла это включать. Или, например, приемный покой в больницах. Я с ним беседовал, он говорит, вот как в кино показывают, чтобы приемный покой, сразу начинается маршрутизация. Этот ставит капельницу, этот проводит какой-то анализ там операционный. Это вот все будет проведено в ближайшие годы для того, чтобы стандарт медицинского обслуживания москвичей был таков, чтобы он ощущал себя комфортно, защищенно и, ну, современно. Вот разница между центром и районом. Я возвращаюсь к своей теме. Ты говоришь, вот скорая подъезжает, там 20 дней, ну, хорошо. Удаленный район, я не знаю, там твоего Алтуфьева, да, Дегунина, там как это должно работать? Как это должно работать? Ну, вот сейчас работает эта статистика по времени. Значит, среднее время доезда, вот, в зависимости от района, от 7 до 12,4 минуты. Это просто реальный факт. По всему городу? По всему городу, по всей Москве. Это едет. У нас же были случаи, вы помните, это же сложная ломка была и психологическая. Помните кейсы, когда они пропускали машины, когда драки были? Но, кажется, Москва преодолела это. Потому что, кстати, очень интересная вещь, ну, как бы я тоже удивляюсь, как они, эти буржистские, как они нас учат, или вообще чему они учат? Они учат одному, как нам сделать так, чтобы мы конвертировали свои инвестиции во всё в благо для москвичей. Потому что иногда город сильно проинвестирован, а люди не испытывают комфорта. А бывают города менее застроенные, менее инвестиции, а там есть кайф какой-то. Поэтому они вот эта комфортная городская среда, и мы должны научиться жить в этой комфортной городской среде. Поэтому очень большое внимание уделяется рассказу людям о том, чтобы они... Рекомендации. Рекомендации, да. Рекомендации, да, потому что люди должны понимать, что то, что создано, ну, как вот эти скорые помощи, что нельзя препятствовать их движению не потому, что ты там такой крутой. Ну, с другой стороны, мы знали, что скорая помощь некоторые используют в виде доставки в аэропорт. Как мы знаем, нанимали просто скорые помощи, да. Ну, не знаю насчёт эксцесса, но такое было. Слушай, я считаю, что... Слушай, это разбор Московской прокуратуры, я же помню. У нас вопрос, как говорил Жеглов, дело не в том, что у нас совершается преступление, а не у вас в Лондоне совершается. Да, в правосознании граждан и в желании исправить все эти вещи. Я чувствую, что есть удивительная открытость и желание, вот в том случае мэра. Я с ним общаюсь, и я хочу сказать, что, ну, какие-то, естественно, при более плотном общении открывается грань его личности, которую, ну, как бы не замечаешь, потому что он же всё-таки официальное лицо, мы там встречались, руки сжали, говорили. Он очень глубоко, и когда я вижу, что он глубже, чем многие специалисты по соответствующей профиле, я понимаю, что он этим живёт. И у него идея завершить многие те процессы, которые начались в городе. И на фоне вот этих тревожащих заявлений с федерального уровня, что Москву надо подрезать, мне кажется, их москвичи должны услышать, что федеральный центр – это очень серьёзный левиафан, зверь такой, да? Поэтому в данном случае я, конечно, явку хочу, чтобы люди пришли, проголосовали, потому что это повышает уровень диалога. Это ты мне говоришь? Вот мне, да, наблюдателю, руководителю корпуса наблюдателя? А я не могу сейчас это говорить? Не, можешь, можешь. Я просто говорю о том, что когда у тебя практически, да, у нас какая-то конкуренция есть, сегодня у нас 19 будет Кумин, который представитель КПРФ на выборах, но всё-таки мы понимаем, что даже при высококонкурентных выборах, высочайших, который Навальный, с ним, Собянин, 32-33% было, 32% явки. На что вы рассчитываете сейчас? Значит, послушай, ну, во-первых… На референдум, на одобрение? Нет, нет, послушай, во-первых, действительно, местная повестка редко привлекает людей. Почему-то Собянин, Навальный пять лет назад – 32%, а Путин, которого не было фактически конкурентов, да, больше 70% и больше 70% проголосовало за него. То есть в этом смысле я хочу сказать, что есть специфика вот этой локальной повестки, инерционная такая, что людям кажется, ну, что происходит, ну, пусть оно происходит. Очень важно, чтобы люди пришли по разным мотивам. В Москве даже на это 60% всего пришло, на Путин с остальными. 60, 59,9, что такое. Вот. Поэтому я думаю, что мы ничего специально делать не будем, потому что, ну, все-таки, если закон уже давно говорит, что и во многих странах, ну, местные выборы, ну, столько придет, там, 25% или 30%. Но мне хотелось бы, чтобы люди пришли, потому что очень важно продолжить, потому что трансформация Москвы в современный город, где огромное количество электронных сервисов, где совершенно на наших глазах меняется механизм учета мнения людей. Вот еще несколько лет назад приходит человек и говорит, я от имени москвичей говорю вам такое. От какой? Да у нас 29 человек собралось, что мы там говорим. Сейчас сотни тысяч могут участвовать, и дальше будут развиваться эти сервисы через активные гражданины, через мой город, выяснение мнения. Потому что делегирование на местный уровень огромного количества для того, чтобы вот этот уютный двор был, это люди должны будут говорить, где у них должна быть эта детская площадка, где у них должны быть клумбы там и так далее. Ну, слушай, интересный разговор между автомобильной стоянкой и детской площадкой, это выбор, двор-то он не резиновый, вот как можно разрешить эту ситуацию, когда у тебя, ну, я не знаю, там, треть за детскую площадку, а треть жителей дома, да, ну, жителей, собственников жителей за автомобильную стоянку. Как здесь может работать примирительность? Там не прописаны примирительные механизмы, там прописаны рекомендации. Сделайте как-нибудь, там, Сергей Семенович или Алексей Анатольевич, или там, не знаю кто, вы как-нибудь сделаете, но должно быть вот так. Ну, я думаю, что мы же с тобой мечтаем, чтобы и выборы с гаджетом были. Да, и только мечтаем, думая, засучив рукава. Нет, ну, просто это будущее. Все-таки, первое, это максимальный охват при обсуждении данной темы людей, которых это касается, первое. Второе, вот в ходе вот этих практик выяснения, конечно, я вижу будущее. Москва, культурный же город, да, компромиссных решений, потому что все-таки поиск второго наилучшего решения – это первый и главный признак современной цивилизации. У каждого из нас есть первое наилучшее решение. Компромисс – это поиск второго наилучшего решения. Я говорю, парковка, ты говоришь, детская площадка. А вот поиск второго наилучшего, когда мы можем совместить, именно от этого комфорт в жизни. Город становится добрее, когда люди идут на компромисс друг с другом. А Москва, вот чемпионат мира показал, может быть добрый, может быть улыбчивый, может быть дружеский, преступность может падать. У нас уличная преступность, там, по-моему, на 37% сократилась. Во время чемпионата. Нет, во время, и вообще за год, кстати. Из-за того, что повесили 160 тысяч камер. И эти камеры все... Можно сказать, работающих. Да, работающих. Работающих. И выяснилось, что бессмысленно дать кому-то в глаз и убежать, потому что тебя отследят, где ты выбежал. Угон машин примерно такой же на 30% сократился. Инструмент какой? Камеры. Которые различают, которые видят, которые помогают. И преступники достаточно быстро понимают, как рискованно совершать правонарушения. Вы, наверное, говорили в эфире, что Москва вышла на первое место по селфи в полночь. Наверное, была такая информация. Да, была такая новостичка. Это косвенный признак безопасности. Но ночью, если опасно, ты не пойдешь делать селфи на какой-то мост. Люди выходят. То есть, небольшими шагами, но уверенными, мы движемся в то состояние, когда можно вечером выходить, можно решить, что ты из кафе или из бара пройдешься пешком куда-то, и это безопасно. Поэтому, мне кажется, что это нелегкий процесс, и он не зависит от мэра. Мэр может создавать инфраструктуру, но процедура, мне кажется, гражданское общество столичное, оно должно уцепиться за это, и максимум решений, которые можно принимать на уровне вот этих районов, надо, чтобы принимал район. Знаешь, вот у меня есть одна большая претензия к Собянину, я ему это говорил, поэтому повторяю публично. Вот он любит ту Москву, которую он строит. Вот он возник, знаешь, как бы неоткуда, ну, понятно, неоткуда, он возник там, не помню, из администрации президента, из Тюмени, из администрации президента, и вот ему все это нравится, это правда. Но он строит какую-то другую Москву, вот, и все такие наши ностальгические крики про то, что это город, который не в 2011 году, в общем-то, Сергей Семёнович появился, а так на 850 лет минимум раньше, вот я не чувствую в нём вот этого внимания к археологии, к историческим памятникам, к истории Москвы, да, неважно. Я вам тут построю, вот, ну вот, и вот хорошо. А как должно проявляться внимание к историческим памятникам? Ну, мне кажется, первое, самое главное, должна работать система, когда любая реконструкция или снос исторического памятника должна проходить экспертизу не только коммерческую. Сейчас вот этот самый совет, где там в помощь мэра по памятникам 50% чиновников, извините, у них коммерческий интерес для города. Да, он тоже может быть. Это мысль хорошая, но просто объективно, по цифрам, да, там восстановлено, я не знаю, 8 тысяч зданий. Один снесённый до пожарный дом в Москве, их 19, понимаешь, до пожара 19-го года в Москве, это вот, ну вот это кусок, понимаешь, не обращает внимания, ну, какая-то развалюха стоит, понимаешь, там, ну вот, согласись, есть проблемы. Нет, ну там же эксперты есть. Нет, проблемы, давайте двигаться в этом направлении. Я просто имею в виду, когда говорят, что он не внимательный к историческим памятникам, я не могу понять. Я искал чек, который тысячу исторических памятников отреставрировал за последние годы, 8 тысяч фасадов домов, почему приятно так ходить, восстановил, если ты, говоришь, один вот такой кейс перевешивает всё, надо... Когда у тебя здоровый организм, но болит один мизинец, ты думаешь только об этом мизинце. Лёш, я с тобой согласен. Давай подумаем, чтобы... Мы же тоже обладаем определённым влиянием, да, давай... Пока не удалось ему в этом смысле. Давай сделаем так, чтобы и другие доктора наук и любители истории Москвы принимали участие в этих советах. Среди сообщений, приходящих нам на сайт, да, огромное число тех вопросов о том, что мало внимания уделяется архитектуре и визуально определяющей города. Визуализация города. Интересно. И на окраинах, да, когда строятся эти короткие, а не избранные образцы западной архитектуры, какой-то новой городской, современной. Интересный вопрос. Про троллейбус спрашивают очень многие. Вот вы говорили об экологической составляющей, зелёной составляющей. Ну, вот я думаю, что в ближайший месяц, наверное, первых 20 или 30 электробусов появится до конца года 200. Всё-таки электробус... Десять секунд. ...выполняет ту же функцию, что и троллейбус экологически чистый будет более мобилен. Я хочу сказать, Максим Ликсотов согласился прийти в эфир и рассказать про эту проблему, так что мы его ждём в августе. А это был Константин Ремчуков, глава избирательного штаба мэра Собяна. Спасибо. Слышишь, как это... Ну как? Это вот надо разбираться.